Федеральная служба безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России и Росгвардии пресечена преступная деятельность 116 жителей в 38 субъектах страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. В мае-июне 2022 года в городах Москва, Санкт-Петербург, Удмуртской и Чувашской республиках, республиках Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Карелия, Крым, Коми, Мордовия, Татарстан, Хакасия и Северная Осетия, Алания, Красноярском, Приморском, Ставропольском и Хабаровском краях, Амурской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Иркутской, Кемеровской, Костромской, Липецкой, Нижегородской, Новосибирской, Ростовской, Волгоградской, Смоленской, Калужской, Тверской, Томской, Ульяновской, Челябинской и Еврейской автономной областях по адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. В результате из незаконного оборота изъято 383 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, 4 пулемета, 19 автоматов, 20 пистолетов-пулеметов, 178 пистолетов и револьверов, 162 винтовки и карабинов, а также пехотный миномет калибра 82 мм, 2 противотанковых ружья, 5 противотанковых мин, свыше 20 килограмм взрывчатых веществ, 162 ручных гранаты, 494 артиллерийских боеприпаса различного калибра, более 40 тысяч патронов, основные части, комплектующие огнестрельного оружия. Прекращена деятельность 43 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Часть масштабной операции в Верхней Волжье проведена сотрудниками УФСБ России по Тверской области. Работа по выявлению пресечения противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом средств поражения, продолжается.